Быть родителем — это большое счастье, но не всегда это дается просто. Мне немного сложно, потому что я — мать-одиночка. По крайней мере, у меня здесь нет семьи. У меня уже есть несколько человек, на которых я могу положиться. Но это не так много людей, которым я действительно могу доверять. И да, я могу сказать, что мне не так уж много помогают. Но семьи в Нюрнберге не остаются одни. Для всех мам и пап вне зависимости от ситуации есть разные формы помощи. Первым пунктом по всем вопросам и проблемам в случае чрезмерной нагрузки или неуверенности в обращении с ребенком является координационный центр ранней помощи. Здесь из множества предложений вы получите именно ту помощь, которая подходит для вашей ситуации. Например, я еще очень молода. Или я плохо себя чувствую после родов. Я заметила, что со мной что-то не так. Я должна быть счастлива. У меня родился ребенок. У меня все в порядке. У меня отличная семья. Но я совсем не счастлива в этой ситуации. Или я приехала из чужой страны, и у меня здесь нет семьи. Я не знаю, куда обратиться. Какая помощь существует в Германии. Связаться с координационным центром по желанию анонимно можно совершенно бесплатно по телефону 0 911 231 33 33. Искать помощь – это признак силы. Они действительно лучшие друзья. Но точно так же они могут по-настоящему воевать друг с другом. А когда они находятся с другими, то это уравновешивается. И я многому учусь, когда одна мама говорит, что она делает, например, вот так или как-то иначе. Здесь можно получить хорошие советы. Центры семейного образования в Нюрнберге предлагают места встречи для всех родителей в Нюрнберге. Таких заведений разной направленности на территории города девять. Центр семейного образования – это место, где родители могут встретиться, где они могут узнать что-то новое или обсудить с другими родителями, как происходит повседневное воспитание детей. Здесь есть открытое кафе для родителей, есть группы «Мать-отец-ребёнок», есть курсы «Родительские вечера» и группы встреч по самым разным темам. Семейное образование направлено на поддержку вас в воспитании и стимулировании ваших детей. Тему детского сада мы начали обсуждать очень рано, потому что мы оба с удовольствием работаем. У нас был очень положительный опыт, когда Ленард пошёл в Ясли в возрасте шести месяцев. Поэтому и в самом начале второй беременности встал вопрос присмотра за ребёнком. С помощью интернет-портала «По уходу за детьми» можно сразу увидеть, с какого месяца в том или ином учреждении есть свободные места. И, к счастью, для нас нашлось место в желаемом месяце, и всё получилось. Вы можете найти место для ухода за ребёнком в Нюрнберге на онлайн-портале «По уходу за детьми». Здесь вы получите обзор всех детских садов в городе и можете отправить заявку в детские сады по вашему выбору. Свою помощь предлагает также сервисный центр «Место в детском саду». Сервисный центр находится в Нюрнбергском управлении по делам несовершеннолетних. Мы консультируем родителей в процессе поиска места для ухода за ребёнком в Нюрнберге. Вы можете зарегистрироваться онлайн через портал детских садов, и мы будем рады предоставить помощь при необходимости на английском языке. Связаться с сервисным центром вы можете по телефону или электронному адресу. Просто договоритесь о времени приёма. Чао! 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 Чао!